На своем канале я рассказываю людям о том, как инвестировать, как создавать источники пассивного дохода. И обычно это инвестиции в ценные бумаги, в биржу. Но сегодня речь пойдет о новой компании, о новой интересной возможности. Это компания Jetland. Дело в том, что я договорился об интервью с одним из членов руководства этой компании. Завтра буквально я еду это интервью снимать и вы сможете задать вопросы, которые вас интересуют, чтобы я смог учесть ваши интересы в этом интервью. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Еще раз хочу повторить, что речь пойдет о компании Jetland. Это инвестиционная платформа, входит в реестр ЦБ и так далее. Чем занимаются ребята? Смотрите, еще раз говорю, что мы привыкли инвестировать, скажем, либо в ценные бумаги, в бизнес. Кто-то инвестирует в биткоин, недвижимость. Но кто-то есть еще инвестирует, деньги хранит в банке. И вот эти ребята, которые основали платформу Jetland, они как раз выходцы из банков. Дело в том, что давайте посмотрим, что происходит с максимальной процентной ставкой по данным ЦБ РФ. То есть, есть ключевая ставка ЦБ РФ, и, соответственно, банки вынуждены снижать свои ставки и кредитования, и депозитные ставки в соответствии с ставкой ЦБ РФ. И мы видим, что она постоянно снижается. Сейчас в районе 5% ставка находится по... Просто процентная ставка. Ну, судя по всему, по депозитам. И с другой стороны, растет рынок кредитования малого и среднего бизнеса. Ну, растет он. И на самом деле, малый и средний бизнес является основой экономики большинства развитых стран. Поэтому он должен развиваться. Ну, должен он развиваться, наконец-то. И давайте посмотрим, что же делают банки на самом деле. А банки делают следующее. Вот принцип работы банковского кредитования. Мы видим сейчас презентацию вот компании JetLand. И смотрите, банк что делает? Он берет деньги у своих клиентов и отдает эти деньги в кредит кому-то под проценты, под большие проценты. И средняя стоимость кредита для малого и среднего бизнеса сейчас, говорится, что в районе 20% годовых. При этом на рассмотрение заявки на финансирование от банка у малого и среднего бизнеса уходит в среднем 30 дней. То есть на решение о том, что будет финансирование или нет, уходит 30 дней. То есть надо подать кучу заявок, то есть отнести лично там. Ну, то есть я пытался, как предприниматель, получить несколько раз кредит от банка своего. И, в общем сказать, в основном это было безуспешно. Так вот, что входит в эти среднюю стоимость кредита для малого и среднего бизнеса? Ну, смотрите, вот здесь вот зелененьким стоимость фондирования депозита, текущие счета и так далее. Здесь написано 4%. То есть банк берет у физиков деньги на депозит под 4% годовых и отдает кому-то под 20%. На самом деле это не совсем так, все намного хуже. Потому что банк в основном берет деньги у юридических лиц. А у юридических лиц он не просто берет деньги без процентов, он еще, юридические лица платят банку за расчетно-кассовое обслуживание. Это, в общем-то, немаленькие деньги на самом деле. То есть я вам, как предприниматель, могу сказать, что банк берет наши деньги, ну, совершенно без процентов, еще и берет деньги за то, что мы завели у него счет и за то, что наши деньги у него там хранятся, а мы просто вынуждены это делать. Вот, то есть, ну, с точки зрения физика, у физика, у физического лица банк берет деньги под 4% и отдает кому-то под 20%. Куда деваются эти 20%? Смотрите. Ну, 4% идет на операционные расходы банка. То есть банк содержит офис, там какие-то вот операционисты, реклама и так далее. То есть у банка идет 4% на содержание вот всего этого хозяйства. Далее. Ожидаемые потери. 3%. Что это такое? Банк отдает деньги в кредит и он надеется, что эти деньги кредиторы вернут банку с процентами. Но есть процент невозврата. И вот здесь вот написано 3%, процент невозврата. У некоторых банков это доходит до 5%, у кого-то меньше. И вот все, что остается банку, это вот синенькая штука, это прибыль банка. 9% это, ну, как бы чистая прибыль банка. Что же банк заинтересован в чем? Банк заинтересован, ну, в том, чтобы снизить вот этот процент. Естественно, то есть взять у кого-то деньги без процентов вообще, он берет у юридических лиц и так далее. Вот. Собственные средства применяет, ну, вкладывает, потому что иногда у банков есть даже собственные средства. Вот. Банк стремится снизить, естественно, офисные расходы. И в этом больше всего преуспел Тинькофф Банк, потому что он стал вообще, у него нет офисов практически. И вот эта вот часть, 3%, это боль для банков. И банки для того, чтобы снизить вот эту часть, они содержат службу безопасности, службу аналитиков, которые анализируют все кредитоспособность людей и которые дают уже оценку, выплатит заемщик деньги или нет. Вот это вот очень важно. Вот это вот очень важно. И банк содержит целую кучу аналитиков, целую кучу службы безопасности, которые проверяют людей на возможность, на вероятность того, что он вернет кредит. Потому что если кредит не вернет заемщик, то, в общем, зачем ему давать. И вот люди, которые работали в этом банке, они, значит, сейчас банки разрабатывают искусственный интеллект, они ищут, кто как возвращает деньги. Вот люди, которые работали в этом банке, как раз в этом отделе, в аналитическом, которые занимались, ну, оценкой вот этого дела, они решили, а почему бы нам не создать собственную компанию? Потому что это программисты, это такие очень умные ребята, и они создали компанию с искусственным интеллектом, который оценивает вероятность, что деньги вернутся. То есть, надежность заемщиков, они оценивают, как они это делают при помощи искусственного интеллекта. То есть, это мощнейшее, как бы, обеспечение программное, которое оценивает вот вероятность. За счет этой оценки они ухитряются сделать так, что процент невозврата кредита у них очень-очень маленький. Вот он, принцип работы инвестиционных проблем. Смотрите, ну, во-первых, она работает в онлайне в основном, и операционные расходы там низкие по сравнению с банком. Смотрите, у банка 4%, операционные расходы и инвестиционные проблемы платформы 2%. Теперь дальше, процент невозврата, вот что вот о чем я говорил, красный сектор, 1%, в 3 раза ниже, чем у банков, процент невозврата. За счет чего? За счет того, что они лучше оценивают заемщиков. Лучше, потому что, ну, они в этом специалисты, и они, ну, они решили создать собственный интеллектуальный продукт на базе Сколкова. То есть, это вот искусственный интеллект, который достаточно быстро решает проблему о возможности заемщика вернуть деньги. 2% они берут себе. В отличие от банка, который берет 9%. И 15% из этих 20% средней стоимости кредита для малого и среднего бизнеса, они отдают инвесторам, которые, деньги которого они как раз и инвестируют. Вот такая схема. Сравните, 4% вы получаете в банке по депозиту. Правда, 4% это гарантировано. Здесь вы получаете 15%. Фирма оценивает тот бизнес, в который инвестируете, но риски целиком на вас. Но 15%. Вот так. Принцип работы. Смотрите, компания JetLand отбирает, с одной стороны, бизнес, который нуждается в инвестициях. Они оценивают их кредит, ну, как бы, способность. То есть, что они вернут эти деньги, то есть, оценивают, отбирают компании, вот, с одной стороны. То есть, они выбирают компании, которые готовы взять кредит, у которых хороший бизнес. Как они это анализируют? Сейчас мы это увидим. И, с другой стороны, есть инвесторы, которые хотят сохранить и приумножить свои деньги. И хотят найти этим деньгам очень хорошее применение, ну, чтобы, как минимум, они обгоняли инфляцию. То есть, не под 4%, а там 15-20%. Естественно, хотят вложить деньги и достаточно надежно, гарантированно. То есть, вот, под какие-то гарантии. Ну, почему они это решили? Потому что есть зарубежные аналоги, они смотрят, конечно же. Они занимались там, ребята, где-то, даже, насколько я понимаю, за границей. И как все это за рубежом? Ну, это недавно совершенно получило развитие, вот такой бизнес. То есть, по замене банков и непосредственно, P2B называется это, от Personal to Business. То есть, непосредственно физическое лицо инвестирует бизнес, малый бизнес. Почему я говорю, что это, ну, не акции, а это, вот, собственно, инвестирование малого бизнеса. Чем хорош малый бизнес? Тем, что у малого бизнеса есть огромный потенциал. И малый бизнес, конечно же, заинтересован в том, чтобы получить как можно больше прибыли, как можно больше денег. Поэтому, ну, поэтому они, малый бизнес всегда, ну, дает большую прибыль, и он способен отработать эти деньги. Но, с другой стороны, риски большие, поэтому надо, вот, очень внимательно смотреть, кому даем деньги. Итак, значит, зарубежный рынок Funding Circle, Landing Club, OnDeck и Cabbage. Это, вот, зарубежные аналоги, из которых ребята брали пример. Ну, а вот, в данном разделе мы видим конкуренты и зарубежные аналоги. То есть, вот, посмотрите, есть конкуренты JetLand, есть конкурент Karma, Лоток. Насколько я понимаю, поток от Альфа Капитала, то есть, сейчас это развивается. Модуль Деньги, я не вижу логотип, к сожалению, я не знаю, чей это сервис, но, вот, модуль Деньги. Город Денег, Смолли, Атом Инвест и Мани Фрэнс. Вот такие вот конкуренты. Ну, давайте посмотрим на вот эту табличку. Здесь использование искусственного интеллекта в рисках. И вот искусственный интеллект, это конек, как раз, именно компания JetLand. Остальные искусственный интеллект не используют. Ну, почему? Потому что это достаточно сложная процедура такая, а ребята в этом компетентны просто. И поэтому они создали, как раз, эту компанию. Вот, дальше. Оборотное кредитование, ну, практически все занимаются. Тендерное кредитование занимаются все буквально, кроме JetLand. Ну, вот, не интересует их. Вот так. То есть, тендерное кредитование, это не ниша JetLand. Вторичный рынок. Как раз, наоборот, на вторичном рынке JetLand единственный участник здесь, который занимается вторичным рынком. Автоматическое инвестирование. Очень интересная возможность. Индивидуальное инвестирование. Ну, этим многие занимаются. Защита инвестора от потерь. Вот что важно. Только JetLand защищает инвестора от потерь. То есть, он гарантирует просто, что деньги вернутся. Институциональное фондирование. JetLand и город денег только. Верификация андеррайтером. Раз, два, только три. Что это такое, я не знаю. Может быть, я спрошу, если честно. Вот, объем выдач кредитов зарубежным аналогом Fund Circle. Ну, мы видим, что растет. Почему сейчас? Принятие 1 января 2020 года специального законодательства, 250-й федеральный закон, морально-техническая готовность заемщиков к кредиторам к онлайну и маржинальность кредитования малого и среднего бизнеса больше 10%, то есть прибыльность больше 10%. И для заемщика, и для кредитора, что хорошо, что можно сделать все в онлайне, все можно сделать быстро, оперативно, конкурентная ставка для заемщика, и для кредитора это диверсификация, ликвидность и так далее. Ну, то есть, обоюдный как бы win-win. Вот, выдано займов, ну, мы видим, что выдача займов растет, текущий прогресс заемщиков зарегистрировано 14 тысяч, кредиторов 4495, не так много, потому что очень жесткий отбор. Сейчас мы это увидим. 437 компаний получило финансирование, кредиторы 1002 активных кредитора, средневзвешенная процентная ставка за последние 12 месяцев 20,6%, уровень дефолта в 0,6%, то есть невозврат 0,6%. Система рисков создана, как я уже сказал, выходцами из Сбербанка и Оливер Вайман. И смотрите, как все происходит. Сначала, ну, как бы бизнес, что делает бизнес? Бизнес регистрируется на платформе, загружает свои документы. В течение примерно одной секунды идет обработка банковской выписки. В течение одной секунды идет обработка данных из Федеральной службы судебных приставов. То есть моментально смотрят, судебных исков нет, ничего нет. Обработка данных из контурфокуса. Это специальный сервис, я посмотрел, ну, так сказать, он по подписке, там платный сервис. Из контурфокуса, ну, то есть там плотненько так все данные о компаниях есть. Обработка данных из БКИ, 10 секунд идет. Бюро кредитных историй. Проверяют не только саму компанию, но и учредителей компании. Здесь то же самое из контурфокуса. Проверяют не только саму компанию, но и учредителей компании. ФССП тоже самое, наверняка. Вот. И обработка данных из Федеральной налоговой службы, если задолженности по налогам и насколько они соответствуют их выручке. Вот. Дальше оценивают на основании вот этих данных за одну секунду на основе искусственного интеллекта оценивают вероятность того, что кредит будет возвращен. И дальше либо отказ идет, либо дальше идет верификация. Глубокий анализ бизнеса, анализ банковских выписок. На это еще уходит примерно 50 секунд. Секунд. То есть искусственный интеллект все это определяет достаточно подробно. И дальше принимается решение о том, что кредит будет выдан или не выдан. И, соответственно, идет сбор средств. Вот. Но посмотрите, вот чем занимаются ребята. Здесь пример распределения риска по одному из портфелей. Вот. Что имеется в виду? А имеется в виду следующее, что мы можем, вот как мы на бирже, мы покупаем акции, мы занимаемся диверсификацией портфеля. То есть мы инвестируем в различные акции, в различные сектора, в различные отрасли экономики. Точно так же и платформа JetLand дает возможность участникам, нам с вами, инвесторам, инвестирует не только в одну компанию, но и в несколько компаний. Вот в чем дело. Вот эта вот фишка очень важная. То есть мы можем инвестировать сразу в несколько компаний. Ну, давайте попробуем зайти на сайт компании JetLand. Ну, я уже здесь зарегистрировался, поэтому у меня есть личный кабинет. Регистрация очень быстрая, очень легкая. Там вводим номер телефона, ИНН. Здесь он говорит, что доступ к инвестированию ограничен, необходимо присоединиться к новым правилам платформы. Я пока этого не сделал. Я это сделаю обязательно. Нужно разворот паспорта поместить сюда и разворот с регистрацией. И продолжить как физическое лицо, либо как юридическое лицо. Ну, вот здесь я еще не решил, как мне регистрироваться, как физик или как юридическое лицо. Поэтому я пока еще думаю об этом. Думаю об этом. Вот. Правила платформы, квалификация, пополнение счета. Так. Есть специальные акции, но вот смотрим на следующие заявки. Вот. Посмотрите. Есть заявки. Смотрите, как построено. Есть заявки на получение кредита от различных компаний. Вот они, эти компании. Всего их 16 в настоящий момент. И вы можете зайти на сайт этой компании, посмотреть самостоятельно, что же компания на каких условиях, чем занимается и так далее. То есть вы можете принять решение, во-первых. Во-вторых, здесь рейтинг компаний оценивается, ну, уже Jetland, самим платформой. Вот. И вот она ставка кредитования, о которой договорилась платформа, которая, ну, как бы, это взаимные, как бы, переговоры. Ставка кредитования, о которой договорились с конкретным бизнесом. 23%, 19%, 20%, 23%, 24%, 26%, 28%, 21%, 19%, ну, и так далее. То есть вы выбираете компанию, с которой, ну, как-то договорились по процентам. Соответственно, естественно, те компании, у которых рейтинг ниже, у них процентная ставка выше. Ну, это достаточно логичная штука. Вот. И наоборот, вот она компания с рейтингом A, соответственно, у нее достаточно низкая ставка кредитования. То есть ставка кредитования, естественно, зависит от чего? От рейтинга компании. Если рейтинг B, то вот она такая. То есть это уже, ну, как бы, определенные условия в платформе. Почему такие условия? Потому что риск. Чем ниже рейтинг, тем выше риск. Это понятно, да? И тем выше ставка. Вот. Поэтому мы можем просто вот инвестировать какие-то суммы. Какие-то суммы. И мы можем посмотреть, чем занимается компания торговля оптовой электрической бытовой техникой. Ну, вот такая компания. Можно профиль. Вот он в контуре. Но я сюда нажимаю, а мне говорят, что, дорогой мой, все скрыто. Только для зарегистрированных участников. Но более подробно информация будет доступна, если войти в систему, купить. Ну, вот. Ну, то есть я уже сказал, что контур фокус это платная система. Вот. Но у Jetland, естественно, есть доступ туда. И поэтому они этот доступ имеют. Вот. Ну, что еще могу сказать? Ну, вот есть заявки и есть возможность создать портфель. То есть мы можем не только в одну компанию все деньги вбабахать и, значит, надеяться, что она вернет. А мы можем, значит, диверсифицировать свой портфель каким-то образом. То есть какую-то часть суммы мы вкладываем сюда, сюда, сюда. То есть раскладываем по отраслям. Мы смотрим, мы выбираем, в какой отрасли работает данная компания, в какую отрасль мы хотим инвестировать и так далее. Еще раз хочу сказать, что, ну, зарегистрироваться очень легко. Ссылочку на регистрацию вы увидите в описании к данному видео. Я вас очень прошу регистрироваться именно по этой ссылочке, потому что, ну, это моя реферальная ссылочка. То есть, ну, позвольте мне что-то на этом заработать, потому что у меня компания за вашу регистрацию заплатит денежку. Вот. Чтобы я не зря трудился. Ну, а вы получите, я говорю, что вот эти денежки, ставка кредитования за вычетом тех, соответственно, денег, которые берет сама компания. То есть там 2%, 1% вот эти вот вычеты она, ну, как бы берет себе. И вот они, значит, уже достаточно обширный здесь список тех компаний, которые получили кредитование и которые уже вернули эти средства, насколько я понимаю. Вот. Поэтому можно посмотреть, все достаточно прозрачно. И все происходит через интернет, поэтому расходы минимальные, решение принимается быстро. Очень хорошая компания. Я зарегистрировался здесь и, ну, я хочу попробовать какие-то деньги сюда внести. Ну, скажем, ну, для начала там небольшие денежки, ну, там 1100, не больше. Вот. Ну, посмотрим. То есть часть портфеля почему бы не внести вот сюда, в эту компанию. Ну, и посмотреть просто, как это будет. Ну, ставки разумные, кредитование бизнеса, дело хорошее. Ну, а вопросы, если у вас возникнут, задавайте, пожалуйста, в комментариях. Ну, а на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Да, и не забудьте поставить лайк, пожалуйста. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok